Мы с тобой пришли к самому главному. Отличие слова. Почему слово народ и этнос? Давай подумаем. Ведь иногда в основном в старых источниках слова этнос нет. Это греческое, древнегреческое слово, которое стало фигурировать в современной науке. 19 век в основном, чуть раньше, чуть позже. Почему термин этнос должен был заменить термин народы, народности? Ведь это же естественное слово и в русском, и в другом языке была своя терминология. Что такое народ? Народом обычно называли определенную общину, которая прикреплена, подчинена определенной церкви, епархии. Народ это те, кто ходит, как у нас мусульман, джамаат. Наверное, все слышали такое слово джамаат. Джамаат это те, кто по вероисповеданию, ну, общий может быть язык доминанта, но это религиозный термин. Это религиозный термин. Поэтому, чтобы скрыть религиозный, религиозную составляющую слова народ и вперед далее слово этнос, нужно было отделить. И тем самым произошла подмена понятий. Еще раз повторяю, народом называли определенные общности, связанные религиозными узами, в том числе языковыми. До 19 века язык не был доминантой для самоидентификации, ну, не был он таковым. К примеру, я часто говорю, даже в начале 20 века, когда в Баку ставилась опера Лейли Меджну, нашего корифея Узеира Гаджбекова, да, на афишах было написано опера, 1906 год это дело, опера на мусульманском языке. Ну, давай сейчас будем смеяться, а что значит мусульманский язык? Каков этот язык? Это что, арабский язык? Опера Лейли Меджну есть, партитуры, тексты есть, те, кто написал, есть. Они говорят на том языке, на каком говорим мы, азербайджанцы. Но сто с небольшим лет назад азербайджанский язык считался мусульманским для нашей географии. Я не удивлюсь, если для центральной азиатской географии или иной, то же самое. То же самое, когда говорят, обратив внимание, часто у нас говорят на азербайджанском, я узнал не только, по поводу событий 1905 года, резня, она идет, Армянам сальман дававасы, армяно-мусульманская резня. При этом мусульмане религиозная группа, азербайджанцы, и армяне религиозная группа. Среди армян, которые бились с мусульманами, то есть в этой группе, были и те, кого называют хайами, в основном население современной Армении, республики. Были армяно-таты, были армяно-курды, армяне-боша-цыгане и другие представители разных народов, часть-удин и так далее, айсору, все они вкупе из-за своих религиозных воззрений назывались армянами. Я приведу такой пример, очень простой. Смотри, в кафете, и это знают, ну об этом не часто говорят, есть несколько сел, ну вот Ираклик II, это же было вчера в исторических руляхах, это армяне, переселенные Ираклим II. Они сейчас вот стопроцентная грузия. Язык, религия, все остальное. Почему? Потому что они стали ортодоксами, а ортодоксами, почему религия еще? Очень нужно, чтобы хорошо это понимали наши зрители. Религия, потому что, ну на чем проповедуют люди? То есть, конечно же, Коран читался на арабском, но не могли же крестьянам, например, на арабском еще и проповедовать. Рассказывать много. Это же и СМИ, это и социальные сети, это институт гражданского состояния. Родился, женился, умер, передал наследство. Куда все это записывалось? Это все записывалось в религиозные учреждения. И эти армяне, этнические армяне были, стали ортодоксальными христианами, стали грузинами. Нормально. И этот процесс, он нет. Если кто-то думает, что сегодня он останавливается. Нет. Например, Джон Малхаз Шаликашвили. Огромных высот достиг, но он фактически был командующим армией США, председателем Объединенного комитета штат БОК. В нем уже одно поколение, одно. О, у него отец был эмигрантом. В нем уже не было ничего грузинского. Я принимал, будучи в мэрии здесь, принимал мэра города Инагер. Уникальнейший город. 80% выходцы бухаджиры из Грузии, 20% бухаджиры из Албании. У них обязательно мэр выходец из Грузии, то есть они это помнят. Мэр выходец из Грузии, а вице-мэр из Албании. И вот он говорил, у него турецкое имя, фамилия была, но он улыбаясь говорил, а мое, говорит, настоящая фамилия старая, Коколадзе. И мы ехали в Мачахелло, Мачахельское ущелье туда. Там ружья, самое известное, средневековые ружья изготавляли. И вот это его, ну, я видел по нему, я у него спросил, ну, я говорю, ты чувствуешь что-то? Я говорю, я, конечно, грузинского брата, я герч, но я турок. Ну, все, понимаешь, все, язык заменил, все заменил. Что здесь решается? Главное, вот тут навязать, да, все здесь решается, кто ты. Идентичность искусственна, сама идентификация, вот здесь определяется. Главное, захватить это место посредством образования, социума, места проживания, культуры, внутри которой ты варишься, да. Но это начало происходить в основном в 19-20 веке. До этого процессы по-иному. Политические нации как-то стали создаваться. До этого церковь и мечеть формировала, да, я извиняюсь. То есть все эти процессы регулировались через религию. И здесь мы с тобой пришли к самому основному. Так как же этот процесс этногенеза шел на территорию Азербайджана, да. Откуда начать отсчет, что вот именно вот эти азербайджанцы, они создавали государство, да. И вот тут, что же говорит азербайджанская наука, да. Это же тоже интересно. Кстати, сидеть и плакать надо. До сих пор очень многие вопросы фундаментальные. Азербайджанская историография, этнография, антропология не решены. Просто нет специалистов. Мне не стыдно, я открыто это говорю. И с другой стороны, хорошо. Слушай, да нам всем сейчас сидеть и плакать надо, потому что советский период, это считай, что, нет, были работы, было все, был накоплен фактический материал, но выводов невозможно было сделать. Ну, а сейчас очень сложно заниматься фундаментальной наукой. Очень сложно. Но я изменяю, все относительно, как говорил товарищ Эйнштейн, вот относительно развития грузинской науки, казахстанской науки, я другие могу назвать, то, что у нас относительно еще хуже, плачевно, да. Поэтому я имею право отжаловаться. И вот в этом контексте, с одной стороны, даже хорошо, что этого не произошло, мы бы превратились в новых неомангуртов. То есть, если какая-то идея закостенеет, превратится в догму и начнет преподаваться, это же может обернуться трагедией. Давай посмотрим на наших опять соседей в Солнечной Армении, да, определенная догма историческая, так глубоко села у них голова, хотя она противоречит биологии, но главное в источниках это есть. На бумажках черным по-белому написано, источники есть, понимаешь, и уже человека не выкорчеваешь оттуда, что товарищ, эти источники писали такие же ребята, чуть старше тебя и твоих отцов, да. Но это отдельная тема. Поэтому в Азербайджане вопрос этногенеза, он так еще в виде большого вопроса и остался, повис. Но это не значит, что нет возможности рассматривать ретроспективно, да. Есть огромный массив рукописного фонда, кстати, серьезная часть его хранится в грузинских архивах, далеко нашим ученым ехать не надо. Вот Тебелиси, вот Национальный архив, Национальный музей и рукописный фонд средневековый, очень интересный, связанный с теми государственным образованием, которое создавали наши, мои предки. Пожалуйста, в Тебелиси. Если в Тегеране, в Тебризе это сложно, если в Санкт-Петербурге тоже не очень комильфо, то пожалуйста, я всегда говорю нашим ученым, идите работайте в Тебелиси. И там вам создадут все условия. Но ладно, оставим опять, не будем жаловаться. Значит, та часть рукописного фонда, источников, артефактов, которые есть... Не-не-не-не, извини, я тебя перебиваю тут. Будем жаловаться? Обязательно будем жаловаться. Потому что если не жаловаться, то еще не будет. Будем жаловаться и всех, кто нас слышит, и всех, от кого это зависит. Как в Грузии, так и в Азербайджане. В данном случае, прежде всего, в Азербайджане. В Азербайджане? Это зависит от Азербайджана. Нет, я имею в виду, я и про себя немножко, и про наших немножко скажу. Пожалуйста, учтите этот момент. Гела, у меня есть каталоги из грузинских, рукописного фонда Грузии. Только то, что относится к средневековым нашим государствам, список рукописей свыше трех тысяч. Представляешь, три тысячи только названий рукописей, которые не открывались. Я просто не буду углубляться, еще много чего есть. Но это нужно десятки, десятки лет. Огромные научные группы, которые должны сидеть и работать. Это еще Тебилищи. Это еще то, что я знаю, может, Тебилищи намного больше. А есть еще Тебриз, есть Тегеран, я извиняюсь. Есть иракские столицы, Багдад. Есть другие мусульманские столицы, куда наши ученые не заходят. Более-менее у нас хорошо, мы работаем с Египтом, с Алясхаром. Спасибо азербайджанцам, Насирову, уважаемому. В исламском мире несколько величин есть. Об этом мало говорят. Азербайджанцев, которые кардинально оказывали влияние на исламскую мысль. Сейчас их мало. Сейчас я знаю 5-6 азербайджанцев, которые для исламской науки представляют особую ценность. Ты представь, в 12 веке, мне в руки попал список из Алясхара, 960 выходцев из Азербайджана, ученых разных дисциплин, медицина, философия, история, военность. 960 – это только перечисление их имен и трудов, которые хранятся в Алясхаре, выходцы из Азербайджана, которые работали до Аль-Андалуса, Испании, от Китая до Андалусии. Это всего в течение того самого расцвета сельджуков, 12-13 века. Стыдно. Сейчас 5-6, тогда 960. Заезжая на мою историческую родину, если ехать в Шамаху, я, с одной стороны, шамахинец. Это прежняя столица древняя. По дороге, заезжая в Шамаху, огромный коридор памятников великим деятелям исламской мысли, выходцы из Шамахи. И все они в средние века. А где нынешние шамахинцы? То есть, понимаешь, последним мастодонтом был поэт Саабир, 19-го, начало 20-го века. То есть, значит, что-то у нас тоже проблемы, что мы не можем даже приблизиться на, я не знаю, на одну сотую к тому величию в науке, которым обладали наши предки тысячу и более лет назад. То есть, проблема в нас. Я к чему веду? Валить все на совок? Конечно, можно. Советский период, советский режим. Им это удобно. Но 30 лет прошло, нету Совета, нету Кремля, который дышит тебе в шею и говорит, это читай, это не читай. Значит, Советский Союз развалился, но изнутри многих еще не ушел. Он еще внутри где-то сидит. Так вот, возвращаясь к нашему этногенезу. Есть огромное количество источников, как я сказал. Допустим, если официальная наука говорит, что современный азербайджанский народ, хотя что понимать под современным, понимаешь, они ставят точку отчета, это удобно же, придумывают линейку, на ней пишут 0 и потом 1, 2, 3, 4. Ты когда говоришь, слушай, а линейка-то условная? Ну, мы так решили. Так вот, считается, что период сельджуков, классика такая, 10, 11, 12 века, это начало формирования этногенеза современных азербайджанцев. Потом это татаро-монголы, чингизиды и так далее. Вот формирование шло и где-то кристаллизация пришла к 15 веку. И в 15-м, начале 16 века со столицы в Тебризе Кызылбаши, Алия-де-Влятия-Кызылбашия, великое государство Кызылбаши, то, что сефевиден называют, до этого они 200 с лишним лет боролись, боролись, и в итоге создали огромное государство, которое считается в основном чисто азербайджанским, поскольку официальным государственным языком был азербайджанский, хотя за 200 лет до них на территории Анатолии и Кавказа целый ряд государств было тюркских, где официальный язык был азербайджанский, тот, на котором мы говорим. Ну, советская наука считает, что надо брать сефевитов. Так вот, где-то в этом промежутке, значит, к 15-му, 16-му веку считается, что, опа-ля, сформировался тот самый азербайджанский язык и общность, хотя, говорит, слушайте, тогда были племенные союзы, тогда не было понятия общности, ни у кого в кармане паспорта не было азербайджанцев, да, то есть совершенно иные константы были тогда, ну, нам говорят, нет, мы так решили. Потом второй вопрос, вы скажите, есть огромное количество арабских источников, хронистов, которые путешествовали, самый ранний из них это 7-й век дела, середина 7-го века, когда в халифате правил халиф Омар, и те, кого он посылал в Азербайджан, возвращаясь, ему говорили, Азербайджан, то есть они посещали вплоть до Шамахи, спускались в Тебриз, шло описание этих городов, в моей монографии я это все серьезно привел. Азербайджан – это страна, где издревле тюрки перемешивались, переселялись и вместе жили. Четко, а ты попробовал бы этот путешественник соврать халифу Омару, тем более Омару, да, и целая группа, опять-таки, продолжение, что не трогайте их, Азербайджан принял ислам добровольно, привилегии азербайджанцев, в отличие от других территорий ислама, в чем? Сакральность, то есть через эти источники ты понимаешь, что, слушай, тут эти общности были, идешь еще дальше, в позднеантичный период, выясняется, что, слушай, вот эти кочевые аристократии, они здесь существовали в период и так называемой Кавказской Албании, они всегда были родственны с хазарами, и тот город, который у нас сегодня, Габала, наверное, все слышали, да, на севере Азербайджана, есть город Кабала, да, его настоящее название Хазар, Хазар, в источниках он называет Хазар, потом уже, когда ислам, арабы пришли, они его назвали Габелея-Хазар, Хазарское племя, Кабеля, Кабела, Кабала, по-арабски это племя, а потом с легкого маха советской науки, Габелея-Хазар, осталось слово Кабала, и вот сейчас с умным видом, очень много наших историков с умным видом говорят, что, ох, Кабала, там, с античных времен, и говорю, слушай, уважаемые, ну посмотрите в источник, как этот город назывался, это Хазар, это одна из основных столиц Хазар, еще до Каганата даже, и есть список племен хазарских, с очень интересными названиями, которые сохранились у нас, в Азербайджане, и географии, где они жили, в Карабахе, по реке Кура, Арас, еще южнее, но это никому же не интересно, потому что это нарушает же вымышленную концепцию, этногенеза, этнографии, поэтому таким минвалом, как у нас говорят, то есть таким способом, или макаром, слово минвал, имею в виду в Азербайджане, это таким путем, таким макаром, таким способом минвал, мы можем прийти до 7-8 века до нашей эры, благодаря археологам, благодаря пирамидам, которым пестрит территория всего Кавказа и Азербайджана, и узнать, что, несмотря, в 7 веке до нашей эры, в нашем регионе, в центре Азербайджане, существовало государство Ишхуза, которое в греческих источниках, о сирийских источниках упоминается, как государство кочевников, Руза, Огузы, знаешь, и тут ломается через колено очень многое, и выясняется, что, слушайте, оказывается, слово Скиф, это неправильно переведенное с греческого слова, с Жуза, потому что в русском языке этих букв нет, но у нас эти буквы есть, поэтому то, что в русском языке даже сейчас звучит Огуз, на самом деле Огуз, Иш Огуз, Иш Государство, Иш Огуз, это внутренние Огузы, Иш Огуз, и они, мягко говоря, очень много кровушки попили у древних соседних цивилизаций, то есть можно вот это волнами идти, но мы не идем, почему потом, может, как говорится, звездная болезнь, звездная болезнь, что называется? Вдруг кто-то неправильно поймет из наших, и скажет, опаньки, как минимум 7 век до нашей эры, так, о, мы азербайджанцы в 7 веке до нашей эры Вавилону и Шумеру, как говорится, показали, поэтому, чтобы не топтать эту тропиночку, пока остановимся. Давай пока остановимся, тем более, что у нас уже больше академического часа, а я так для себя решил, ну, академический час, сейчас вот в этих пределах, я смотрю, как зрители смотрят, но мы обязательно вернемся к этой теме, понятно, что, по ходу, мы будем обязательно обсуждать и политические события, которые у нас вот сейчас, но я думаю, что это не менее важно, я думаю, что это не менее важно, я думаю, что мы обязательно, обязательно к этому ко всему вернемся. Огромное спасибо, Резван, за очень интересную беседу, и большое спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго. Спасибо. Надеюсь, было интересно, и люди не устали. Надеюсь, что... И мы продолжим, обязательно продолжим. Спасибо.